О быстром переходе к мгновенным платежам, как китайский регулятор смиловался над банками, а также о тестировании блокчейн-технологии российским депозитариям. В сегодняшнем выпуске здравствуйте! Icon Solutions, независимый IT-консультант и поставщик технологий, запустил пилотный проект ПО для мгновенных платежей IPF. Это программный продукт, ускоряющий процесс перехода финансовых институтов к мгновенным платежам. IPF был разработан для удовлетворения нужд национальных банков и филиалов международных банков. Мгновенные платежи стали ключевой составляющей цифрового банкинга в эпоху, когда потребители, корпорации-регуляторы требуют от поставщиков услуг осуществления платежных операций в режиме реального времени. На сегодняшний день по всему миру действует 21 система моментальных платежей и множество программ находится на стадии планирования и разработки. Таким образом, уже не за горами тот день, когда они приобретут статус стандартных на мировом уровне. Для того, чтобы получить возможность предлагать мгновенные платежи, банкам необходимо усовершенствовать свою текущую IT-инфраструктуру, интегрировав ее с внутренними системами мгновенных платежей, что и позволит им функционировать в режиме онлайн. На текущем этапе это медленный, дорогостоящий и затруднительный процесс, особенно для национальных банков и филиалов международных банков. Государственное валютное управление Китая SAFE разрешит банкам выпускать больше продуктов рынка Форекс в целях хеджирования рисков. При этом банки смогут открывать более крупные позиции на продажу доллара, сообщается на веб-сайте китайского регулятора. SAFE, который несет ответственность за разработку правил и норм регулирования, контролирующих деятельность участника валютного рынка анонсировал новое решение в рамках планов правительства Поднебесной по созданию более открытой экономики с применением политики более тщательного контроля деятельности на рынке Форекс. По словам регулятора, эти изменения помогут поддерживать внутреннюю ликвидность иностранной валюты и при этом снизить риски. В текущий период юань находится под сильным давлением в условиях приверженности Пекина политики количественного смягчения, тогда как Федрезерв США намеревается продолжить повышение ставки, что будет способствовать росту курса доллара. В связи с этим SAFE решила дать банкам больше свободы в аспекте продаж американской валюты. Национальный расчетный депозитарий России NRD не банковская кредитная организация в составе группы компании Московская биржа и не единственный в стране центральный депозитарий, который предоставляет депозитарные и расчетные услуги участникам финансового рынка. Объявил о тестировании системы голосования на базе технологии блокчейн. В пресс-релизе NRD говорится, что компания использует криптографическую платформу NXT для создания прототипа системы голосования с открытым кодом, которая упростит процедуру голосования на ежегодных собраниях акционеров. По словам директора по информационным технологиям NRD за четыре месяца удалось создать уникальный рабочий прототип электронного голосования на основе блокчейна. Российские эмитенты используют электронные технологии и стандарты ICO для упрощения процедуры удаленного голосования в середине 2014 года и активно развиваются в этом направлении. В целом, эта новость говорит о том, что NRD идет ногу со временем и не отстает от западных коллег. Ранее в этом году американская депозитарная трастовая и клиринговая корпорация на ежегодном собрании акционеров сообщила об участии в испытаниях и тестах, связанных с использованием новомодной технологии. Также NASDAQ недавно сообщал о запуске аналогичной системы в тестовом режиме в Эстонии, чтобы решить проблему, которая связана с участием акционеров в голосовании. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе всех событий рынка с Dukascope TV. До завтра!